В 70-х годах прошлого века возле нашего села жил кабан. Здоровый матерый сикач ростом почти с корову. Шерсть черная, клыки сантиметров по 15, очень страшная с виду зверюга. Летом, после вечерней дойки, деревенская детвора пасла в лугах коровок. И это свинячье страшилище каждый день сидело на перекрестке двух проселков, по которым мы гнали свою скотину, и смотрело на нас своими маленькими поросячими глазками. Кабан просил подаяния. Кабан ел с рук, ел сидя. Его угощали тем, у кого что было. Кто давал ему морковку, кто конфетку, кто кусочек хлеба. Когда проходил последний пастушок, этот свинтус поднимался с пятой точки и вальяжно уходил спать в свое логово. Он ни разу никого не обидел. Когда он спал, мы возле его логова собирали луговую клубнику. Другие кабаны ближе пяти километров к деревне не подходили. Правда, ковырялся он в огородах, но аккуратно. Выроет пять-шесть гнезд картошки у одних хозяев, на следующий день подроет морковку у других. А если в округе была посажена колхозная свекла или другая вкусность, то в частных огородах он и не появлялся, так и жил в колхозных полях. Зимой мы его подкармливали, ставили на окраине корыта, куда вываливали всякие объедки. На улицах села кабан не появлялся, за исключением одного раза. Как-то ранним утром народ стал выгонять скотину в стадо, и увидел посреди слободы троицу незнакомых женщин, сидящих на травке и воняющих отбросами своей жизнедеятельности, а рядом с ними сидящего Ваську, так звали нашего героя кабана. По признанию незнакомок, эти три девушки по ночам воровали с огородов лук. Каков же был их ужас, когда ночью, рядом с ними, копающими лук на чужом огороде, появился пугающий черный объект. Кабан не дал им никуда убежать, перекрывал все пути отхода. Один путь был открыт воровкам в село. Охранял их Васька, пока не вышли свои. И ушел вальяжно после выполненной миссии. Когда он умер своей смертью от старости, вся деревня об этом знала и горевала. Закопали Ваську возле его любимого перекрестка. Камень, напоминающий этого добряка, до сих пор находится на этом месте.